Чайник стеклянный И вода Вода у нас родниковая Начнем Снимем чайник с подставки, чтобы не налить воды куда не нужно случайно Взливаем воду в чайник По риску, по самую верхнюю, то есть нальем максимально Закрываем чайник крышкой Фиксируем И ставим ее на подставку Ставим его на подставку Значит, кипятить будем таким образом, чтобы температура дошла до 100 градусов Вода войдет в стадию белого ключа И остановится Чайник позволяет это нам сделать Выставляем 100 градусов Включаем кипячение Сейчас я приближу, чтобы этот процесс можно было наблюдать Более, так сказать, визуально лучше Обратите внимание, чайник выполнен с подсветкой Синими светодиодами На нем много кнопочек Эти кнопочки позволяют добиваться разных режимов заварки чая От 70 до 100 градусов То есть мы выбираем по виду, сорту чая Нужный режим И будем потом заваривать Сейчас мы просто кипятим воду Вода будет кипеть 100 градусов в стадии белого ключа Очень важно при заварке любого чая Не перекипятить воду То есть не сделать ее мертвой Чайник позволяет нам этого добиться 100% Смотрим Более крепления Смотрим Такzufukt Прямится Все Давайте я поставлю еще белый лист бумаги. Чтобы это было видно, вообще отлично. Можно попробовать. Еще выключить свет, я думаю, не стоит. Все видно прекрасно. Начинают образовываться пузырьки на дне чайника. Но вода еще не кипит. Продолжение следует. А вот завершающая стадия кипячения воды. Называется белый ключ. Все. Чайник отключился. Берем приближение. Бумагу. Теперь нам необходимо засыпать заварку в контейнер нашего чайника. Пока скипевшая вода будет остывать до примерно 90 градусов, я успею в контейнер насыпать заварочку. Контейнер представляет из себя вот такую чашечку из мелкой-мелкой сетки. Отверстия сравнимы разве что с отверстиями для лучших электробритв для бритья волос. То есть минимальное возможное отверстие. Причем через них не проходит фракция даже очень-очень мелкая. Ну я не буду говорить про пыль, но мелкие фракции через эту сетку не проходят. То есть настой всегда получается прозрачным. В такой вот контейнер крупно-листового черного копорского чая входит примерно по весу где-то 12-15 грамм. Чуть-чуть его не полно насыпаем для того, чтобы можно было закрыть. Ну и этого количества, в принципе, вполне хватает на те 2 литра воды, которые залиты в чайник. Насыпаем. Немножко так вот трамбовываем. Не трамбовываем, а распределяем, чтобы более-менее ровно садился он. Копорский чай, в отличие от индийского или китайского, легкий. То есть удельный вес у него намного меньше. Поэтому кажется, что много кладем. На самом деле по весу это не так много. Оптимальный вес заварки на литр кипятка 5, максимум 7 грамм. То есть вот данное количество чая в контейнере, все тут вымерено очень хорошо. Не зря я вначале сказал, что чайник это очень умный. Вот. Посыплем. Чайники у нас. Так. Закрываем. Таким образом все закрыто. Как видим, контейнер в крышке, это вторая крышка. Одна сейчас у нас закрывает чайник. Это вторая. В крышке шток может передвигаться. Причем фиксироваться в крайнем верхнем положении, в крайнем нижнем. Но можно выставить его на, в принципе, любую глубину. Нам нужно вот таким образом его сейчас. Так. Снимаем эту крышку. Основную. Теперь она нам больше не понадобится пока. Сюда вью-бью. Ну, как узнать, остыл чайник до 90 градусов или нет, сказать сложно. Градусник нет. Но можно проще сделать. Поставить на чайнике сейчас температуру заварки 90 градусов. Кнопкой выдержания этой температуры выставить и сделать пуск. Если температура больше, 90 градусов, плюс-минус, наверное, 2 градуса, где-то так, то чайник автоматически выключится. Ну, а если она будет в этом пределе 90 градусов, плюс-минус небольшое, то начнется удержание температуры. Мы даже можем сейчас опустить контейнер, так как он металлический. Часть тепла он заберет на себя вместе с заваркой. А потом включим, значит, чайник на удержание. Этого температуры при заварке. Удержание будет длиться примерно полчаса. То есть, и весь процесс заварки тоже будет полчаса. Значит, ставим крышку с контейнером и аккуратненько его опускаем вниз. Видим, что из контейнера вышел воздух. И будет он выходить еще очень долго. Кстати, цвет сразу начинает меняться. Давайте я разверну, чтобы эта бумажка не мешала. Логотип наш. Доброго поля. Вот, теперь поставим мы вот таким образом белый листочек. И процесс заварки пошел. Значит, видим, что температура еще около 90 градусов. Давайте снова поставим 90, кнопку удержания и пуск. Все, процесс заваривания, чай пошел. Чтобы лучше видеть его, давайте я приближу. Наш чайничек. И будем наблюдать. Наверное, вот так оставим. Вот таким образом. Заметно, да, что на дне чайника начинает появляться темная, красивая субстанция, экстрагируемая из нашей заварки. Причем очень хорошо будет видна граница между светлой частью воды и темной. То есть плавного перехода как такового практически нет. Это говорит о том, что хорошо экстрагируются вещества. И они немножко, конечно, по своему весу тяжелее, чем сама вода. Как осуществляется перемешивание в этом чайнике? Значит, не нужно открывать крышку, размешивать ложкой или каким-то другим предметом это все дело. Не нужно двигать шток вверх-вниз, хотя, в принципе, возможно. После того, как температура у нас упадет ниже 90 градусов, чайник автоматически в мягком-мягком режиме включится, начнет нагреваться дно, и слои сами за счет конвекции перемешаются. Теперь хотелось еще сказать, почему я поставил температуру заваривания 90 градусов. Чай черный, ферментация у него максимальная в заварке. Такой вот черный чай. Видно, да? Черный хороший чай. Поэтому эти чаи завариваются при 90 градусах. Если бы чай был в средней степени ферментации, мы бы его заваривали при 80 градусах. Для этого тоже есть здесь кнопочка такая. Ну, а если чай совсем зеленый, то лучше всего он заваривается при 70 градусах. Кнопочка тоже есть на этом чайнике. Очень умный, хороший чайник. Ну, теперь давайте ждать, что же будет происходить с заваркой дальше. Смотрите внимательно. Все видно. Слой, как мы видим, все становится темнее и темнее, а светлая часть воды практически свой цвет не меняет. слегка желтоватого оттенка эта вода. Но внизу, конечно, бесподобно темно-красно-коричневый цвет копорского чая. Что еще этот чайник позволяет сделать? Так как заварка положена в контейнер, то очень удобно после того, как слили частично первую, допустим, заваренный чай, можно добавить кипятка, неважно какого, теплого или холодного, снова выставить нужную нам температуру заваривания и повторить заварку. То есть вторая заварка копорского чая в этом чайнике, в принципе, чай будет ничем не отличаться от первой. Даже третья заварка уже намного слабее и разница довольно ощутима. Но вторая и первая практически одинаковые получаются из-за того, что в контейнере эта заварка не свободно по чайнику плавает, а именно там она разбухает, становится таким спрессованным комком, который свои полезные вещества вначале отдает наружным слоям, ну а при второй заварке уже полностью остатки наружного слоя начинают экстрадировать, свои вещества, и внутренний слой. Вот разбухает это все дело, он как бы сам себя за счет того, что разбухает, выжимает, как белье отжимают вручную, и так примерно и здесь происходит. То есть позволяет более эффективно использовать заварку. В обычном чайнике первая заварка получается очень крепкой, вторая уже слабее, а третья практически ничего хорошего в ней нет. Хотя, в принципе, кто-то хвалится, что у них по 30 раз чай заваривают. Ну, мне такого чая не приходилось пить. Думаю, что это, скорее всего, от лукавого все сделано. Для того, чтобы заманить клиентов, чтобы покупали такой сказочный чай. То есть купил пачку и целый год ее пьешь. Смотрим, воздух все так и выходит, нижний слой все темнее и темнее. Прямо фактически уже даже дна нашего контейнера и не видно, плохо различается он. Плотность заварки очень большая. Вода не мутная, просто очень-очень плотной такой консистенцией становится. Нижний слой. Но граница очень-очень ярко выражена. Прямо фактически нет мутного никакого перехода. Когда, после первого перемешивания, как только чайник включится, вот сейчас температура будет, упадет ниже 90 градусов, он включится, начнется перемешивание слоев, и мы увидим, что наверху начнет образовываться пенка. Это очень такой хороший показатель качества самой заварки. В принципе, он присутствует не только в Копорском чае, эта пенка, она присутствует и в индийском, китайском чаях. Тоже по этой пенке определяют заварки. Копорский чай отличается от классического индийского, китайского тем, что время заваривания у него оптимальное 40 минут, не меньше. Чайник этот позволяет удерживать температуру, выбранную для заварки, в течение 30 минут. Но в дальнейшем, если его даже больше не программировать и не включать, температура будет падать медленно, и то есть 40 минут он фактически выдержит это дело все сам, и чай будет прекрасного качества заварен. Кофеина в нем нет, поэтому особо бояться не приходится за вкус. Вкус Копорского чая полностью выражается только в том... Вот включился чайник. Значит, температура упала меньше 90 градусов. Смотрим, как перемешиваются слои. Очень красивый такой эффект происходит. Стоит сейчас температуре догнать свое значение до 90 градусов, и чайник отключится. Все, отключился. И мы видим, как только произошло перемешивание, наверху нашей жидкости этой заваренной образовалась такая своеобразная пенка, свидетельствующая о том, что чай качественный, и сам процесс тоже идет качественным. Видим, да? Вот она, эта самая пеночка. Вот. Очень хорошо ее видно. Ну вот теперь будем ждать дальше, что же у нас будет меняться с цветом нашего напитка. Давайте попробуем поднять немного шток с контейнером, для того, чтобы, если сейчас чайник снова включится, для поддержки температуры заданного режима, горячие слои не так сильно действовали на контейнер с заваркой. Горячие слои воды, которые будут подниматься от дна чайника. Насчет этого очень удобно. То есть мы можем регулировать глубину нашего контейнера в чайнике. Ждем включения. После того, как первый раз перемешалась наша вся эта субстанция с водой, явно выраженных слоев теперь нет. То есть экстрагированные вещества легко распределяются по всему объему. Вот включился чайник. Второй раз с начала эксперимента. Несколько секунд. Чайник отключился. Напускаем контейнер на самое дно. Обычно за полчаса заварки в заданном режиме чайник включается не больше трех раз. Бывает даже и два раза. То есть возможно, что больше он и не включится. То есть достаточно температуры будет, чтобы наш чайник заварился. после этого можно еще минут десять будет подождать. Вот. И напиток будет готов. Заканчивается третий этап так называемой заварки нашего чая. Три раза он за это время включался на очень короткие промежутки, чтобы поддержать заданную температуру программы по завариванию. Ожидаем, когда потухнут индикаторы синего цвета на подставочке. Это будет означать то, что процесс закончился. Контейнер с заварочкой внутри чайника, конечно, еще видно. Но все-таки плотность такова, что он уже наполовину как бы замаскировался в нашей заварке. Довольно плотная консистенция. экстрагированных веществ. Но самое главное, что он чай не мутный, а прозрачный. Видно, что он прозрачный. Все. Панель у нас не горит. Полчаса прошло. Можно, конечно, подождать еще минут 10. Максимум 15-45 минут, чтобы общее было время. Но, в принципе, пить уже его можно. Поэтому мы ждать не будем. Сейчас я сниму белый лист бумаги. возьму сейчас чашечку, подставим. И нальем чай, какой у нас получился в этом замечательном, волшебном чайнике. Цвет напитка, как и предрекается ему, золотисто-шелто-коричневый. Отличного цвета. Сейчас я приближу, посмотрим. Видно, да? Очень хорошо видно. Приятного чаепития! Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok